Подзаголовок «Существует Творец, влюблённый в своё создание». Я вернулся уже совсем здоровой рукой. Был март, самое начало весны. В Пятигорске ещё таял снег, в Краснодаре же меня ждала оттепель. В этом году весна была какая-то особенная, какой я не видел раньше. Невиданное бульство зелени, цветов, солнца. Я шёл по Красной, и за Северной, там, где улица превращается в бульвар, увидел, что вдруг за один день появилось на свет множество жучков-пожарников. Они заполнили все щели между плитами на дорожках и, сцепившись, спаривались. Я глядел на эту расточительную роскошь природы, на её мгновенную щедрость, которая потом должна обернуться гибелью всех этих миллионов так сложно устроенных красных организмов. В ту минуту я впервые в жизни совершенно отчётливо понял, что существует Творец. Не тот лазин Бог, в кавычках, сотворивший мир из математического фугата Хаммер-Клавира, а Творец-Садовник, влюблённый в своё создание. Кажется, в следующую же зиму стала собираться группа на Кордывач. Поход обещал быть несложным, и я решил примкнуть. Отпуск свой я всегда разбивал, к тому же всегда была масса отгулов, и, сообразуясь с работой, я всегда мог отпроситься. Я даже не сомневался, что и на этот раз меня отпустят. Работа позволяла, и незадолго до выхода группы я написал заявление. На моё удивление, вместо подписи Швецов, главный конструктор, вызвал меня к себе. Он сказал, что не отпустит меня в поход, чтобы со мной снова чего-нибудь не случилось. Сколько я не объяснял ему, сколько не уговаривал, он был непреклонен. Кордывач у меня так и не состоялся. Однажды я узнал, что на заводе организуется секция парашютного спорта. Я побежал в ДОСААФ и подал заявку. Всё было прекрасно. Я по всем параметрам подходил. Через пару дней, когда я стал узнавать, когда первое занятие, мне сказали, что было велено меня не допустить. Что это значит и откуда дует ветер, я уже знал. Впрочем, эта опека сыграла и положительную роль. Раз в год я проходил комиссию, подтверждающую мою глазную травму и продлевающую печать годен к нестроевой в военное время. Я никого ни о чём не просил, но в армию не рвался. Однажды в военкомате, вместо того, чтобы проштамповать мой военный билет, как обычно, мне было велено прийти в военно-учётный стол в вуз на заводе. Я спросил, что это значит. Мне ответили, что теперь я годен. Что ж, решил я, косить не буду. Надо будет, значит, пойду. Но когда я пришёл в наш вуз, оказалось, что мне тем временем сделали бронь как особо нужному специалисту. Армия снова миновала меня и снова без малейшего моего участия. Году в 82-м, когда срок моего распределения подошёл к концу, я стал подумывать о переезде в Ленинград. Я очень любил этот город, и там жили мои родные. Ленинградский станкостроительный завод считался на ступень серьезнее Краснодарского. Чтобы принять верное решение, я подошёл к этому поинженерному, как говорил дядя Гриша. Я весьма скруплёзно составил список своих приоритетов и критериев «за» и «против», каждому присвоил коэффициент весомости для себя, а потом просуммировал. Сравнив результаты, я получил однозначный ответ в пользу Ленинграда. Я просмотрел таблицу ещё раз, перепроверил её, подумал и решил остаться.